Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы начинаем цикл бесед о православии. Что же такое православная церковь? Если задуматься, то можно прийти к выводу о том, что все, кто хочет пройти путем, указанным Иисусом Христом, попутно очищаясь от грехов и приближаясь к Богу, не должны быть разъедены между собой, но соединяются друг с другом. Господь Иисус Христос сказал, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Все, кого любящий Отец Небесный объединяет в своих объятиях, составляет Церковь, глава которой Христос, сказавший, «Я буду с вами во все дни до скончания века». Все члены Церкви свято верят учению Христа, стараются следовать его заповедям, а также участвовать в таинствах им установленных. Любой человек может стать частью Церкви Божией, вне зависимости от пола, возраста или национальности. Происходит это через таинство крещения, «Когда человек становится христианином и своим для Бога». В Церкви есть такое учреждение, которое называется «Иерархия». Когда Христос передал апостолам дары благодати Духа Святого, они, в свою очередь, передали эти дары своим преемникам, епископам, а те — другим епископам. И так продолжается по сегодняшний день через особое священодействие. Вообще, в церковной иерархии три чина — чин епископский, священский и диаконский. Кто же такой священник? Священник — это человек, посвятивший себя на особое служение Богу. Он ведет богослужение в храме, присоединяет человека к Церкви через крещение, отпускает грехи на исповеди, венчает жениха и невесту, но самое главное — он имеет возможность совершать Таинство Евхаристии, причащая верующих. Через священника действует Сам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok